В этом году на крещение в Самаре организовали четыре места для купания. Три были оборудованы при храмах в честь святого преподобного Сергия Радонежского по адресу Черемшанской 244А, в честь святителя Спиридона Тремифунского на Советской армии 251Б, в честь Казанской иконы Божьей Матери на улице Коммунистической. Но главная купель традиционно расположилась на полевом спуске. Администрация Самары установила там теплые палатки для переодевания, освещение, деревянные сходни в прорубь и железные ограждения по периметру. Проверить, соответствует ли территория требованиям безопасности в Крещенский сочельник, приехали глава Самары Елена Лапушкина и начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Мы сегодня начальник главного управления МЧС России по Самарской области как раз и приехали сюда, чтобы посмотреть, как организовано купель и насколько здесь безопасно. Мне кажется, все организовано более чем достойно. Есть яркое освещение, работают спасатели, есть деревянные настилы, есть ограждения, теплые раздевалки, где можно раздеться и, конечно, горячий чай, если кто совсем замерз. Хочу обратиться к нашим жителям, чтобы тоже были крайне осторожны, чтобы наша добрая, святая традиция не обернулась какими-то происшествиями. И, конечно, поздравляю всех с Крещением, с пожеланием мира, добра, любви и всего самого хорошего. Администрация города Самары организовывает место для купания, где мы с вами сейчас находимся. Администрация подготовила теплые места для раздевания, для одевания. Место безопасно подготовлено. Организовано дежурство спасателей, дежурство полиции, медиков. Всего более 110 человек обеспечивают безопасность здесь на полевом спуске и 22 единицы тех. Священники уверяют, нырять в прорубь на Крещение вовсе не обязательно. Не стоит рисковать здоровьем тем, у кого сердечные заболевания и больные почки. В 12 часов ночи можно принять душ дома. Ведь главное на Крещение не погружение в прорубь, а искреннее раскаяние в грехах. Можно подчеркнуть, что купание является лишь нашей русской доброй традицией. Кронический церковь говорит, что это необязательно. И, конечно же, мы однозначно говорим, что при купании в купеле или дома, или здесь, на Волге, грехи человеческие не смываются. Грех – это лично ваш поступок, и поэтому грех можно искупить только вашим кисточердечным покаянием. Большинство тех, кто все же решился в эту ночь на погружение в прорубь, рассказали, что делают это регулярно и не одно десятилетие. Практикую регулярно, каждый год, поэтому, в общем-то, дело это привычное. На целый год прибавляется, как говорится, здоровье и оптимизма. На настроение повышается, энергии добавляется, и, собственно, больше идей, больше планов, больше мыслей. На полевом спуске в Самаре в этом году на крещение за безопасностью следят более 110 спасателей. Дежурство продлится до вечера 19 января. Всего же в регионе подготовлено 74 места для купания, 31 место на открытых водоемах, 25 – при храмах и церквях, и 17 – на родниках. Все места соответствуют требованиям безопасности, которую в общей сложности обеспечивают более 1100 человек и 350 единиц техники.